Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Артём Петров. Вы смотрите программу Олимп. Спешу вас обрадовать, что мы запускаем цикл передач, посвящённых выступлению нашей казахстанской национальной сборной на зимних Олимпийских играх 2018 года. Настраивайте телеканал Хабар 24. В ближайшие месяцы будет очень интересно. Субтитры делал DimaTorzok Для большинства спортсменов это, пожалуй, самый плодотворный и зачастую решающий период в сезоне. В эти напряжённые недели у наших потенциальных олимпийцев ещё есть возможность завоевать как можно больше лицензий для участия в зимней Олимпиаде 2018 года. А начать многосерийный рассказ о подготовке и будем надеяться успешном выступлении нашей олимпийской команды мы решили с лыжником. Не случайно. Лыжные гонки, по мнению спортивных аналитиков, самый предсказуемый вид спорта. Нет, конечно, никто до финишной прямой не может гарантировать победу тому или иному спортсмену. Тем не менее, исследования показали, что по сравнению с другими видами спорта, лыжные гонки на уровне элиты находятся среди наиболее предсказуемых соревнований. Другими словами, лыжники экстра-класса выступают и показывают более стабильные результаты, чем, к примеру, их коллеги-биатлонисты. Тем не менее, лыжные гонки от этого скучными не становятся. Скорее, наоборот. Популярность этого циклического вида спорта только растёт. Зрительский интерес к этому признанному лидеру лыжного спорта уже обошёл такие дисциплины, как прыжки с трамплина и даже биатлон. Причём по всем показателям, включая живое присутствие зрителей на соревнованиях и телевизионным рейтингам. Физическая подготовка вроде нормальная сейчас. Всё, идём потихоньку. Готовимся. Летние сборы прошли хорошо на высшем уровне. Потом подготовительный период именно зимы тоже нормально прошли. Потом физстарты пробежали, зарабатывали физпоинты для Олимпийских игр. ТОП-310 надо попадать. 20 января будет известно уже окончательно, кто поедет на Олимпийские игры, кто нет. Если всё хорошо будет, то третья Олимпиада будет. И не только бывает зависит от нас и смазочная, много зависит и лыжи, и вообще состояние. Ещё, получается, переезд будет, если поедем, всё нормально будет. Часовой поезд. Здесь, в принципе, у нас не такой большой, если сравнять европейцев, то у них намного больше. Условия все, всё игру на высшем уровне. Федерация, команда, всё помогает нам, всё дают нам. В Казахстане, благодаря нашему легендарному спортсмену Владимиру Смирнову и его триумфальным победам на Олимпийских играх и чемпионатах мира, удалось сохранить интерес к лыжным гонкам. Последнее время, как никогда, чувствуется долгожданное внимание со стороны спортивного руководства. Постепенно появляется инфраструктура, обеспечивая лыжников столь необходимой материально-технической базой. Спортсмены это чувствуют и набирают обороты. Зимняя универсиада в Алматы – прямое тому подтверждение. В общем и дальнем зачёте Казахстан в лыжных гонках занял второе место, уступив чемпионство россиянам. Всего на универсиаде наши спортсмены тогда завоевали 36 медалей. Сейчас лидеры казахстанской сборной штурмуют различные лицензионные физстарты. Это международные соревнования, где лыжникам присуждают очки в зависимости от их выступления. Чем больше очков, тем выше в рейтинге и больше шансов получить заветную путёвку на Олимпийские игры. Подготовка идёт в принципе полным ходом. Все ребята стараются для выполнения поставленных задач. Это в частности сейчас именно завоевание олимпийских лицензий. Ну и достойно представить, естественно, нашу родину на международной арене. Вот это сейчас два главных приоритета, над которым команда работает. И ещё многое предстоит сделать. Сейчас у нас ещё один, а после этого старта, ещё один отборочный старт, который пройдёт в Белоруссии, в Минске. Там будет уже непосредственно после него и определён состав. Тот, кто поедет на Олимпийские игры. Конечно, после череды таких стартов подустали уже. Сейчас вот у нас очень плотный идёт график соревнований. Очень плотный. Но тем не менее они понимают степень ответственности, и что на них возлагает страна задачи, всё остальное. Они стараются по максимуму отрабатывать. Действительно, поставленные задачи выполнить поставленные, и чтобы болельщики не разочаровать. Сейчас для того, чтобы успешно бороться за медали, мастерства высококлассного лыжника недостаточно. Для выступления на крупнейших соревнованиях нужен большой опыт в подготовке лыж. Сборные команды, как правило, имеют целую бригаду профессиональных смазчиков и тестеров, которые обладают не только опытом, но и чутьём, а зачастую при непростых погодных условиях – удачей. Они, можно сказать, колдуют над инвентарём спортсменов, проводя измерения температуры, влажности. Всё для того, чтобы лыжи обладали хорошим скольжением и надёжным держанием. Лыжные гонки – очень высокотехнологический вид спорта. Очень высокий стиль. С каждым годом растут технологии. Технологии смазки, нанесения смазки. Всё это до того уже раздуто. И сервис бригады по 25 человек. Допустим, Алексей сейчас готовит всего два смазчика. Первичный тест у нас начинается с откатки ноля лыж, с откатки классические, коньковые, с откатки мази, порошка, парафинов, структур. И тут очень тяжело. Вся технология нанесения, чем ты нанесёшь ближе к старту, тем лыжи будут лучше скользить. А для этого надо каждому стоять на своих местах и работать. Более настроенные становимся, целеустремлённые. Пытаемся у нас не то что на Олимпиаду. На Олимпиаду мы ещё не поехали. Надо ещё лицензию завоевать. Не только мне, а ещё, можно сказать, всей команде. Мы как бы стараемся, всё делаем для этого. Выворачиваемся на каждой гонке. Но не всегда всё получается. Иногда сами не тянем, иногда немножко лыжи подводят. Ну, потому что это такое тонкое дело, что чуть-чуть не попадаешь. Когда на высоком уровне бежишь, на этапах, например, на фист-стартах, там малейшие нюансы, и сразу ты проигрываешь. И этот прогресс сразу влияет на фистпоинты. Все ехали на победу. Ну и продержались, практически все вместе приехали. Думаю, нам это поможет. Ну, готовимся. До 20 января у нас есть ещё старты, чтобы что-то поправить. Ну и как-то может прорваться всё-таки в эту Олимпийскую квоту, которая даётся на лыжной гонке. По мнению многих экспертов и спортивных аналитиков, казахстанские лыжники своим упорством и целеустремлённостью заслужили медаль Олимпийских игр. Главным претендентом на награду по-прежнему остаётся наш спортсмен Алексей Полторанин. Его результаты на последних стартах – как минимум существенная заявка на Олимпийский пьедестал. В этом году подготовка проходит всё по плану. Первые старты показали, что летний сезон проведён очень хорошо, замечательно. Алексей впервые за два года не заболёл в начале сезона, поэтому он сейчас показывает свой класс, свой уровень гонщика. Как вы знаете, пятый был в Кусама, показав на последнем кругу лучшее время. И третий в Тоблахе – гонки-преследования. С лучшим результатом – классический гонка. Вы знаете, что это спорт. Не так всё это просто, но Алексей с 2010 года является гонщиком экстракласса, насколько вы знаете, как был. Два раза пятый на Олимпиаде, и на всех основных стартах дальше седьмого места никогда не был. Поэтому мы спокойно работаем к этой цели. Идём, а как сложится, конкуренты очень серьёзные. Знаете, что в Норвегии лыжные гонки очень популярны, в Гинляндии, в Швеции, в России. Но Алексей на протяжении многих лет, 14 лет, показывает, что он способен выигрывать всех. Мы, в свою очередь, не перестаём желать удачи нашим олимпийцам, очень надеемся, что вы, наши уважаемые телезрители, с нами солидарны. Не пропускайте новые выпуски программы «Олимп» на телеканале «Хабар-24». Дальше будет ещё интереснее. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин